Чтобы идти на жертвы, вы должны ощущать, что есть что-то, что стоит жертв. Я хочу еврейское государство. Я хочу, чтобы еврейская молодежь каждое утро просыпалась и думала, да, мы избранный народ. Разве это расизм? Разве я изобрел термин «избранный народ»? Это в Библии. Он там встречается сотни раз. Чего же вы стыдитесь? Мы стояли на горе Синая, мы слышали голос Бога. Мы действительно избраны. Чего мы стыдимся? Я хочу, чтобы еврейская молодежь знала, что быть евреем – это очень особая роль. Дело не в крови. Еврейская кровь ничем не отличается от любой другой. Дело не в цвете кожи. Еврейская кожа ничем не отличается от любой другой. Дело не в знаменитых еврейских мозгах. У меня для вас плохие новости. Есть умные неевреи. Мне неприятно это говорить. И есть некоторые глупые евреи. Еврейские мозги вовсе не лучше любых других мозгов. И вовсе не это делает евреев особыми и другими. Есть лишь одна вещь, которая есть у нас, и больше ни у кого. Это Тора. И мы взяли эту особую вещь и выбросили ее. Обменяли на плавильный котел, чтобы покончить с антисемитизмом. Если мы другие, они нас ненавидят. И, конечно, что если мы не другие, тогда они нас любят. Местные еврейские лидеры живут здесь и не имеют ни малейшего понятия, какой чудовищный антисемитизм царит в этой стране. С какими неевреями они общаются? Они ходят на национальные обеды христиан и евреев. Мортон и христианин. Где они сидят и мило общаются, обмениваются любезностями и медалями. Вот ваша медаль, вот моя медаль. Вы думаете, что таким способом можно узнать, что действительно люди думают о евреях? Есть только одно такое место. Если бы я мог, я бы отправил Морта на одну неделю, на каждый вечер в течение недели в бар. Не ультрамодный бар, а обычный местный бар. Чтобы он посидел и послушал, как разливаются шнапс и какие ведутся разговоры. Вся ревность, вся зависть, вся ненависть. У евреев есть то, у евреев есть и это. И это еще в лучшем случае. Не дай бог, в этой стране рухнет экономика. Не дай бог. Именно евреи станут козлами отпущения, а вовсе не черные. Антисемиты обвиняют евреев во всем. В том числе черные. Еврейские лидеры сидят и играют в игры. Уровень антисемитизма понизился на 7%. Такие вот игры. Когда рядовая синагога подвергается вандализму, она быстро перекрашивается и никогда не сообщает об инциденте. Продолжение следует... Продолжение следует...